Всем привет, друзья! Это один из моих первых влогов октябрьских про моё путешествие в Турцию. Путешествие будет долгим, длительным, так что влогов будет много. Покажу вам перелёт. Летела я компанией Belavia. Это наша белорусская авиакомпания. Довольно-таки комфортно сейчас летать, потому что есть чартеры. И хотя сейчас чартеры летают не как раньше 2.40, а уже 6 часов, но всё равно лететь можно даже с комфортом. Ну что, всем здравствуйте, дорогие друзья! Я приехала в отель CIDE Allegria, который находится в CIDE. Отель 5 звёзд, всё включено, и показываю вам комнату. Это сьют, высшая категория здесь непосредственно в этом отеле. Здесь есть экономы, есть стандарты. Это самая высшая категория. Покажу вам самый дорогой номер, как он выглядит и что здесь есть. Значит, здесь зона с чемоданами. Я уже поставила сюда свои чемоданчики. Был бой, поставил. Дальше у нас вот такая зона. Здесь непосредственно пуфик, столики, зеркало. В общем, всё, что необходимо, всё, что нужно. И кондиционер. Так, далее у нас здесь зона чиллаута. Вот она вот так вот выглядит. Здесь два комфортных кресла, столик, большой очень телевизор. В общем, очень комфортно. И дальше у нас сама зона отдыха. Она просто потрясающая. Посмотрите, как красиво. Здесь также есть дополнительная кровать. В общем, вот так всё замечательно выглядит. Мне очень нравится. Попросила дополнительное одеяльце себе тёпленькое, потому что я всегда, даже в 32, сплю обязательно с тёплыми одеялами. В общем, очень красивая вот эта здесь зона. Мне она очень нравится. И, конечно же, есть гардероб. Потому что это сьют, поэтому здесь есть гардероб. Что для меня очень актуально, потому что вещей у меня два чемодана, в котором в одном 32 килограмма и в другом 8. Поэтому непосредственно гардероб мне тоже нужен. Здесь, конечно же, есть дверь. Я уже её приоткрыла. Вот такая гардеробная комната. Здесь можно ставить обувь, что я и буду делать. И непосредственно сам гардероб. Гардероб-сейф. Всё, что здесь необходимо, всё, что нужно. Там всё открывается. Потрясающе, очень красивый номер. Мне он безумно нравится. Вот такие колонны. Вот. В общем, очень красивый номер. И сейчас покажу ванную комнату. Вот так выглядит ванная комната. Она такая, в принципе, стандартная. Здесь просто большая ванна с джакузи. Кстати, джакузи включаются. Интересно, мне кажется, да? Интересная задумочка. Здесь просто обычная раковина. Вот такая зеркальца. Различные банные мальнеральные принадлежности. Вот такие. Абсолютно стандартные. Вот. Ну и ванна, конечно, мне с гидромассажем очень нравится. Обязательно её опробую. Нужно будет купить пенку. И мне кажется, здесь будет просто замечательно отдыхать. Вот. Так что, как-то вот так вот. Вот такой замечательный, очень красивый номер. Мне безумно он нравится. Как вам? Напишите в комментариях. Сейчас покажу вам немножко о лобби нашего отеля. Лобби очень красивое. Такое красочное, зелёное лобби. Здесь такое посередине стоит дерево апельсиновое. Смотрится очень красиво. Яркие кресла различные. В общем, очень красивый такой холл, лобби этого отеля. Кстати, это отель 18+. Так что здесь нет детей. И всегда очень-очень тихо. Доброе утро, страна. Покажу вам замечательный, красивый вид с моего балкона на моречко. Вот такой замечательный вид. Красивый, смотрите. Сейчас выйдем мы с вами. Вот, смотрите, какая красота. У меня очень длинный балкон, потому что у меня люкс. Вот, и у меня прям вообще видно очень красиво всё. Море прям вообще очень красиво. Вот такая красота. Сегодня у нас какой-то шло. Наверное, 23 октября 29 градусов. Просто потрясающе. Просто потрясающе. Погода отличнейшая. Я, конечно, как обычно, проспала весь день. Сейчас уже пол четвёртого. Вот, я себе сделаю первую чашку кофе. И выберусь на море только, наверное, часа 4, не раньше. Вот, полежу часть К2 и пойду обратно. Смотрите, кстати, у нас там верблюды ходят, катаются на них. Прикольно. Боже, как красиво. Посмотрите, ребята. Сейчас пришла из магазина, покупала мороженое, зашла в свою комнату. И посмотрите, как красиво. Прям солнышко такое дает. Такой туманчик романтичный. Боже, как красиво. Просто потрясающе. Купила два своих любимых мороженая. Вот такой Макнум. Это новинка, кстати, этого года. Очень вкусная. Тоже его попробовала. Мне понравилось. Сейчас покупаю каждый день. И сегодня еще взяла Таблерона. Тоже мне очень нравится. Очень вкусное мороженое. Каждое мороженое стоило по 20 турецких лир. Курс сейчас 18. Курс евро и доллара. То есть, можете посчитать, что мороженое стоит буквально чуть больше доллара. Вот такое вот мороженое вкусненькое. Кстати, это немного дешевле, чем в Беларуси. Потому что в Беларуси Макнум стоит практически 2 доллара. Чуть меньше, где-то полтора. Ну, здесь, конечно, мороженое немножечко дешевле. В феврале, кстати, оно было еще дешевле. Сейчас цены, конечно, поднялись. Очень сильно это чувствуется по продуктам питания. А так, очень люблю это мороженое. Обязательно пробуйте Макнум. Мне очень нравится в белом шоколаде. Мне нравится очень печенье Кукис Макнум. И мне очень нравится вот этот дуэт. Очень классно и очень вкусно. Всем доброе-доброе чудесное утро. Из Сиде Кюмкой. У нас, как всегда, замечательная погода. Люди уже вовсю живут жизнь. Но я сегодня встала в 2 часа дня. Сейчас без 23. Я буду садиться завтракать. Вот мой стоит завтрак. Уже принесли. Вот, позавтракаю. Немножко приведу себя быстренько в порядок. И тоже потопаю по дорожке на пляж. Вот, сегодня тоже хочу провести время. Где-то до часов 6 на пляже. Вот. Так что такие вот у меня планы. Кстати, у нас тут хамам рядышком. Я так до хамама еще и не дошла. И сегодня уже 10 дней, как в Турции. Но до хамама я еще не дошла. Обязательно съезжу с турфирмой в хамам. В ближайшие денечки. Но не сейчас. Тем более сейчас у меня насморк. Эту всю неделю. В общем, просто жесть. Жесткая климатизация, если честно. Вот. Даже, мне кажется, слышно, что я разговариваю еще в носик. Погода, конечно, потрясающая. Просто чудесная погода. Настолько какое-то, знаете, очень теплое, ласковое. Вот море. Потрясающе. В октябре давно такого моря теплого не было. Класс. Вот такие замечательные закаты мы провожаем каждый день. Рассветы, к сожалению, я не вижу. Потому что я так рано никогда не встаю. Но наблюдать замечательные, красивые турецкие закаты – это одно удовольствие. В Беларуси, конечно, тоже безумные, просто огненные всегда закаты. Но в Турции вот тоже такие красивые-красивые картинки. По дороге на пляж делают очень красивые. Очень много разных хендмейд вещей, аксессуаров. Я, если честно, не фанат вообще хендмейда. Никогда такое не покупаю. Но меня остановили. Решили мне сделать просто такой подарочек приятный. Вот поэтому, собственно говоря, я жду, пока мне сделают какой-то именной браслетик. Если честно, приятно, конечно, носить я его не буду. Сегодня уже вечером я его сниму. Потому что не фанат таких вещей, если честно. Но это довольно-таки мило. Кто любит такие вещи, то why not? Вот такой милый дедушка делает. Посмотрите, какую красивую штучку мне сделала. Эту дедулечку подарил. Я никогда не покупаю хендмейды такие, но это очень красиво. Я не покупала, он просто подарил. С моим именем. Блин, это красиво, ребят. Вообще просто. Вот такой у нас замечательный песчаный полностью пляж. Сиде отличается от других городов и регионов тем, что здесь полностью песчаные пляжи. Это на самом деле очень удобно. Здесь нет никаких понтонов, здесь нет никаких камней. Вот абсолютно спокойно можно вот так вот идти, спускаться в море. И очень комфортно. Я очень люблю за это именно этот регион. Водичка сейчас составляет 24 градуса. У нас октябрь месяц. И действительно купаться очень-очень комфортно. Температура воздуха сегодня 28. Как приятно после моречка заходить в комнатку свою красивую. Лебедишечки эти дурацкие. Ой, приятно, приятно, классно. Сегодня мы выбирали один матрас верхний, потому что на нём спать было невозможно. Поэтому буду с одним матрасом. Вот так вот красивенько в номере. Друзья, преимущества номеров категории люкс в этом отеле CD Allegria располагают вот такими вот меню. Меню подушек и меню шерсти. То есть вы можете себе выбрать комфортную для вас подушку. Есть подушки трёх видов жёсткости. Сейчас я вам покажу. Вот такие три вида жёсткости. Сон, релаксация и комфорт. Я себе выбрала две подушки. Мне их принесли. Я выбрала категорию комфорт и категорию релаксация. Вот такие вот подушки. Можно всё про них прочитать и выбрать себе достойную подушечку. Релаксация самая мягенькая из всех подушечек. Мне она, честно говоря, зашла больше всего. Вот эти всё-таки для меня, если честно, комфорт и сон немножечко жестковатые. Признаюсь честно, на них спать как-то не очень комфортно. Я не привыкла. Но очень классное меню. Мне это очень сильно понравилось. И также есть меню шерсти. Здесь можно выбрать также стальное всё, что касается сна. То есть, вот смотрите. Здесь указано, из чего сделано одеяло завербежать шерсти, например. Из бамбука с микроволокнами. То есть, можно выбрать хлопковое одеяло. Можно более такой холодный вариант выбрать. Это для более жаркого сезона. Вот, я себе выбрала одеяло с микроволокнами. Вот это второе. И ещё одно одеяльце выбрала из верблюжьей шерсти. Оно такое тоненькое, но на самом деле очень тёплое. Мне это очень сильно понравилось. Так что, вот выбрала такие виды для себя. И целый месяц буду отдыхать вот на таком замечательном постельном белье. Хорошая опция. Можно выбрать для себя, для вашего комфорта. Всё, что вы пожелаете. Потому что у многих людей есть проблемы со спиной. Есть проблемы с шеей. Поэтому нужны определенные подушки. Ну и вообще, я считаю, что для отеля категории 5 звёзд всегда нужно иметь такую опцию. За свою стоимость CD-Alegria имеет такую хорошую опцию. Не во всех обычных пятёрочках есть такие опции. Выбора постельного белья, из чего оно будет состоять. Выбора подушек. Но хочу сказать, что в номерах категории эконом такая возможность не предоставляется в этом отеле. Поэтому имейте это в виду. Это ещё один вам плюсик. Ещё одна галочка, чтобы выбрать здесь люкс. Всё-таки люксы – это самые лучшие номера в этом отеле. И мне очень нравится. Ну а если вы приезжаете, возможно, к какой-то компании, то можно взять Family. Двухкомнатные такие номера. Они почти как люксы, просто двухкомнатные. Вот. В общем, мне очень-очень нравится такая опция. Привет! Я думаю, что по названию этого видео вы уже поняли, что я в Турции. Так что передаю вам огромный привет из Турции. Честно говоря, в этом году Турция абсолютно другая. Турция, она уже такая стала славянская, она стала такая русская, что даже очень сложно было выбирать какой-то отель. Сейчас расскажу, по какому принципу я действовала, когда я выбирала отель на такой долгий срок. Приехала я сюда, как обычно, почти до конца осени. Вот. Поэтому, собственно говоря, расскажу, как я выбирала отель и что вообще изменилось в этом. У меня, кстати, не накрашены ресницы, поэтому мне немного непривычно. Надеюсь, вам нормально будет меня воспринимать. В общем, в этом году, конечно же, были очень высокие цены на билеты, на сами путевки. И я очень долго думала, куда поехать, вообще, какой выбрать регион. Но поскольку это октябрь, нужно обязательно выбирать юг Турции. Это Алания или это Сиде. В Белеке уже довольно-таки прохладно. Конечно, если вы в конце октября едете на неделю, на 10 дней, то Белек окей. Но уже потом становится довольно-таки прохладно. Поэтому если вы едете на долгий период, выбирайте обязательно юг Турции. Но в этом году юг Турции, конкретно Алания, очень сильно заселена русскими блогерами и очень-очень много кем. Как вы знаете, очень многие блогеры релацировались в Турцию. И сейчас конкретно в Аланию. И в Алании, помимо там Пынзери, да, сейчас живет там огромное количество блогеров. Это и Катя Коносова. Это и блогер, я не помню, как ее зовут, который кушает всегда на камеру. Также другие блогеры, которые из Дом-2, очень многие туда переехали. Огромное количество людей, блогеров стало жить в Алании. Переехали конкретно в Аланию. И я принципиально больше не посещаю Аланию. Это мое личное мнение. Я не хочу жить, я не хочу отдыхать там, где какое-то место стало каким-то моим стримом. Где очень-очень много вообще людей, всех. Я люблю более спокойные регионы. Я люблю регионы, где можно спокойно отдыхать, европейцами. Неважно, я люблю просто спокойствие. Очень популярные города, где какой-то движ, где много кто живет. Мне такое не нравится. Поэтому отдыхать я в Аланию в ближайшее время не планирую ездить. И, конечно, очень жаль, потому что там было очень много моих любимых отелей. В принципе, хороший южный регион. Но больше мы этот регион пока выбирать не будем. Вообще, новая реальность, она, конечно, захватила всех и вся. Здесь стало такое количество огромное жить людей в Алании русских, что это просто стал какой-то очень русский город. А я все-таки люблю, если где-то отдыхать, то отдыхать... Ну, с чем отдыхать со своими, да? Нужно отдыхать с другими народами. Я очень люблю с другими народами. Что касается цен, то очень сильно в Турции все подорожало. С февраля месяца я была последний раз в феврале и марте. В Турции, конечно, с марта очень сильно чувствуется подорожание. Особенно по лекарствам и особенно по такси. Невероятное количество денег сейчас все это стоит. И стало жить очень невыгодно. Отдыхать стало тоже не особо выгодно. Ну, что здесь дешевое сейчас? Только продукты питания, только какие-то вещи. Все локальных производителей. Косметика тоже локальная, дешевая. Там различные масс-маркет бренды. Если мы касаемся какого-то люкса, то все это, конечно, стоит гораздо дороже, чем в других странах. И просто вообще на такси вы не представляете, какое количество денег я здесь отдаю. Я здесь больше недели. Я уже отдала около 300 долларов просто на такси. Я не знаю, как у вас из России, но у нас и в Беларуси было много различных путевок. Можно было выбить разные отели. Наши чартеры будут работать вплоть до конца ноября. Поэтому предложений было очень много. У нас ежедневно летает 3-4 самолета из Минска в Турцию чартерных. Поэтому, собственно говоря, у нас очень большая активность туристов в Турцию. Цены, кстати, сейчас именно на отеле, на путевке очень низкие, потому что конец сезона. Поэтому, да, и они, кстати, гораздо ниже, чем из России. Потому что я общалась с людьми, которые приехали из России, конкретно прилетели конкретно из России. У них путевки, конечно, гораздо дороже. Это связано с тем, что билеты дороже. Поэтому, соответственно, это вкладывается в путевку. И путевки тоже гораздо дороже значительно. Со временем, конечно же, я сделала вам обзор на свой отель. Покажу вам все, что здесь находится. Конечно, все комментарии вы можете писать. Вы можете задавать вопросы. Я с удовольствием буду на них отвечать. Потому что, как вы знаете, по Турции я конкретно эксперт. И у меня первое образование туристическое. И очень многое в своей жизни я посетила отели именно за свои деньги. Не за счет каких-то турфирм и так далее, как у многих было мнение. Нет, это конкретно все посещалось за наши деньги. И в отелях я проводила ни один день и ни два. А конкретно большое количество времени. Поэтому все обзоры на моем канале, они все максимально объективны. Потому что в отелях я была очень-очень долго. Так что обязательно пишите ваши вопросы внизу в комментариях. Я с радостью на них отвечу. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok